Как при помощи йода и зеленки увеличить урожай огурцов? На ютубе много видео, но все не затянуты и непонятно о чем говорят. В этом видео я вам быстренько все расскажу подробно, как что надо делать. Раствор йода можно использовать, если заметили, что растение начало постепенно погибать. Йод используют для увеличения количества завязей. Огурцы рекомендуется опрыскивать с помощью молока и йода. Обработку с помощью этого раствора лучше осуществлять один раз в несколько дней. Эта подкормка обеспечивает надежную защиту от разных болезней. Наиболее эффективной она является при борьбе с мучнистой раствор. Если обнаружили на кустах прикорневую гниль, то можно попробовать обработать стебли йодом в течение 4 дней. Для приготовления раствора лучше использовать йод и зеленку вместе. Эти средства показывают отличные результаты. Чтобы приготовить средства для профилактической обработки, нужно взять 40 капель йода, 2 грамма марганцовки и 2 грамма бора. Эти все компоненты размешивают в ведре воды. Йод также поможет избавиться от многих грибковых заболеваний, но его нужно научиться правильно применять. Так как можно навредить растениям, уже после нескольких применений можно заметить первые результаты. Растение станет более крепким, поэтому можно рассчитывать на хороший урожай. Зеленка – это еще одно популярное средство, которое разрешается использовать для защиты растений. Обработка огурцов зеленкой позволяет избавиться не только от мучнистой росы, но и от фитофтороза и бактериального рака. Для приготовления эффективного средства потребуется взять литр сыворотки и размешать в нем 5 мл зеленки и 25 грамм мочевины. После смешивания всех компонентов можно приступать к обработке. В качестве подкормки также разрешается использовать хлебную закваску. В ведро закваски достаточно добавить всего несколько капель зеленки. Затем раствор процеживают и выливают под корень. Эти действия помогут улучшить рост растений и цветков плодов. Если кто-то что-то не понял или прослушал, я оставлю все рецепты в закрепленном комментарии под видео. До скорых встреч. Пока-пока.